У людей нагорело, наболело, но руки не опускаются. Встречают нашу съемочную группу на перебой, рассказывая о накипевшем. Не один год они мучаются с одной и той же коммунальной проблемой. Порой неделями вынуждены сидеть не только без горячей, но и без холодной воды. Дело в транзитной трубе, которая проходит под домом, рассказывают местные жители. Из-за ее поломок бывает до 10 аварий в год. В подвале нашего дома проходит транзитная труба холодного водоснабжения. И дому больше 40 лет, 44 года в этом году исполнилось. Соответственно, трубе тоже 44 года. Она питает еще дома соседние 116 и 118. И, соответственно, при отключении или при аварии 20 подъездов сидят без воды. Вот это произошло у нас буквально на прошлой неделе. У нас был прорыв холодного водоснабжения. И в течение четырех дней воду отключали, включали, отключали, включали. Короче, на этих качелях жили люди. С учетом того, что у нас в это время было еще отключение горячей воды, то у людей не было никакой воды. То есть не умыться, ни зубы почистить, ни воды просто выпить. И что-то сварить. В подвале дома номер 114 по улице Старозагора до сих пор сыро. Буквально несколько дней назад отсюда выкачали воду, говорят люди. Но она снова прибывает. В итоге отвратительный запах и стаи насекомых. Ну а дома, бывает, даже принять душ нет возможности. Надоело с этими ведрами, с кастрюльками греть, не искупаться, ничего. Это, как сказать, без горячей воды еще можно нагреть. А если нет ни горячей, ни холодной, это уже катастрофа. Люди обращались во все возможные инстанции, даже в суд. Однако до конкретного решения проблемы дело так и не дошло. Дом на свайках, потому что рядом Воронежские озера, парк. И постоянно сыро, постоянно морем, то блох, то тараканов, то крыс, потому что сырость. И опять же, это тоже все с обслуживанием дома. А вот кто-то откачивает? Нет, никогда не откачивает, просто ждут, когда впитается просто в землю и уйдет. То есть вот сейчас вот это вот текло 4-5 дней, оно впитывается, там еще без сапог, там сейчас еще не пройдешь. То есть там грязь, даже воды уже нет, но грязь еще пощиклась, то есть там жижа. У людей последняя надежда на решение их коммунальной проблемы. Это огласка. Они надеются, что хотя бы после этого материала ответственные службы придут им на помощь. Ирина Игнатьева, Олег Галочкин, СТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова